Здравствуйте! Это анонс завтрашнего появления на моем портале новой книги. Это коллективная монография, которая называется «Книга о четвертом томе особ». То есть книга аналитических и критических статей, посвященная четвертому тому антологии современной уральской поэзии, охватывающий период 2011-2018 год, составленный Виталием Олеговичем Кальпиди и выпущенный в моем издательстве осенью 2018 года. Моя убежденность, что развитие русской поэтической речи может произойти только через акты индивидуальной и коллективной рефлексии. Рефлексии научной, читательской. Форма, в которой могла бы быть организована эта работа по осмыслению целей, задач поэзии, ее существования и развития, могла бы быть в форме журнала, научного журнала, о котором я мечтала, который бы назывался «Вестник» у Пуша, «Вестник» уральской поэтической школы. Мы вместе с Виталием Олеговичем Кальпиди и Мариной Викторовной Загидулиной даже делали какие-то шаги по обсуждению такого издания. Но дальше разговоров дело не пошло. По-русски говоря, кишка оказалась тонка. Но плюс вторая причина обозначена у меня в одном докладе. Фьюр-код на него будет в коллективной монографии. Но тем не менее, книга, в которой появится завтра, это даже не шаг в сторону Вестника у Пуша. Это только его взгляд, поворот головы в эту сторону. Может быть, это зарубка в памяти о том, что думать надо великом, не погрызать в суете. Твой мир велик, твой ум велик, а не реактивен. Ну и, конечно, завтрашнее появление книги – это фиксация того уровня научной и критической рефлексии, который сложился в период конца 18-го, полностью 19-го года, начала 20-го немножко, по поводу Уральской поэтической школы как стендовой модели русской поэзии. Определение Виталия Кальпидия. Что вошло в ту книгу, которая появится завтра в таком виртуальном вере? Вошли статьи из научных и критических журналов, которые уже были опубликованы. Плюс к этому статьи, которые были написаны специально для этой монографии. Равноправными членами этой книги будут еще и ссылки и QR-коды на те видеоматериалы, которые тоже касаются четвертого тома «Асук». Я предполагала, что печатная версия коллективной монографии появится вот сейчас, в конце марта. И в апреле-майе я проеду по Уральским городам с целым полом круглых столов и студенческих конференций уже по работе с монографией и по расширению другими материалами по поводу четвертого тома. Но ситуация за окном изменила планы, правда, как оказалось, с минуса на плюс. Вначале я сейчас запускаю ПДФ книги, а саму печать пристановила, поскольку надеюсь, что после того, как многие ученые, студенты, читатели, поэты прочтут эту книгу, соотнеся с четвертым томом, очень надеюсь, что появятся новые статьи. Я официально объявляю, что готова их принять, дополнить ПДФ-версию и, когда все закончится, издать уже полноценное печатное издание. Читайте это официальным приглашением к действию. Но самое важное, что я хочу сказать, перед тем, как вы завтра будете читать монографию, или не завтра, после, после и так далее, завтра, перед ее чтением обязательно прочтите вступление к четвертому тому, написанное Виталием Олеговичем Альпиде. Оно небольшое. К сожалению, в статьях, которые составляют коллективную монографию, о нем употребляется достаточно скользко. Хотя именно здесь, на мой взгляд, заложены те зерна, если хотите, идей, действий, проектов, из которых могут вывести совершенно новые культурные пласты. Итак, завтра в 9.00 на портале появляются ПДФ-книги, коллективная монография, кавычки открываются, книга о четвертом томе, пособ, кавычки закрываются. Приглашаю к чтению и, самое главное, к работе.